Не, на самом деле, конечно, это радостные такие дни, которые для всего христианства. Это большая радость, что родился тот, который однажды спас меня, однажды пришел и в вашу жизнь. Это Рождество в моем сердце. Оно сегодня, кстати, я думаю, не случайно Василий Михайлович меня позвал. Сегодня ровно пять лет, как я покаялся. 12 января 2015 года я принял Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Я склонил свои колени. С моим другом вместе мы молились молитвой покаяния. Такой Вадим Гац, есть в Пинске брат, служит. Когда-то мы были вместе, творили беззаконие. И в этот момент он проповедовал Слово Божие, и Дух Святой коснулся моего сердца. И мы вместе обнялись, плакали, радовались. Он говорит, Рома, я просто не могу поверить. На самом деле моя жизнь изменилась с этого дня ровно пять лет. И мне есть действительно с чем сравнить то, что было до и то, что после. Это был такой, скажем, ад, который пережил на земле. То, что чувствовал я, мои близкие, мои родители, мои друзья. Сегодня, когда мы собираемся, внизу у нас есть такое служение открытых сердец. Очень часто Василий Михайлович его вспоминает. Как мы делимся своими переживаниями. То, что в нашей жизни изменилось для тех, кто сегодня еще не вкусил, как благ Господь. Очень хочется, глядя в эти пустые глаза, безнадеги, как написано, что есть будущность и надежда. Хочется посеять эту будущность и надежду, что есть выход. Написано, он в тупике рубит дверь. Там, где мы порою кажутся нам нашими физическими глазами, то, что нет выхода, он дает этот выход. Ибо он есть путь истинной жизни, написано. И тот, кого сын освободит, воистину свободен будет. Я сегодня могу сказать с уверенностью, что Господь освободил меня от кучи пороков, которые были в моей жизни. И сегодня я радуюсь, имея то, что даже я не мог и мечтать, что я буду иметь. Сегодня радуются мои родители, сегодня мама моя, член церкви уже, мой брат старший уже на подходе. Я верю, что вот-вот это будет тот шаг веры его, мой папа также. Ну и огромная семья, те друзья, которые сегодня окружают, действительно можно назвать друзьями. Потому что раньше это был клуб по интересам, в кавычках, по плохим интересам. То, что приводило и разрушало мою жизнь. Сегодня, слава Богу, Господь созидает и есть чему радоваться. Я вот говорил в пятницу, что в Библии написано 365 раз слово «радуйтесь». Вот на каждый день приходишь на работу – радуешься. Приходишь домой, встречает любимая жена – радуешься. Приезжаешь домой к родителям – радуешься. Идешь куда-то послужить, видишь людей каких-то – радуешься. Встречаешься вместе, мы там любим где-то вместе проводить время, мы радуемся вместе. Мы свидетельствуем то, что есть в нашей жизни. Потому что для тех, кто сегодня оказался в этой трудной ситуации, когда мы этого не замечаем, то очень тяжело делать что-то то, ну делать то, к чему призван. Вот я всегда молюсь, чтобы Бог давал глаза и давал видение тому, кому нужна помощь, чтобы не проходить мимо. Потому что однажды в моей жизни оказался тот человек, который пришел и сказал «Рома, слушай, давай ты к нам уже, уже может хватит». Он дал эту руку помощи. И я благодарен Богу за тех людей, которые сегодня стоят в проломе, стоят на желании благовества. Те, которые говорят «Вот я, возьми меня». И очень рад, что сегодня много тех людей, которые говорят о том. И благодарю на самом деле Бога в каждом дне, склоняясь на колени и действительно молясь, радуясь, воспевая в сердце своем. Пусть Бог благословит и вас всех. Спасибо. Спасибо. Слава Богу. Давайте я отниму. Тя, где? Такое событие.